В парке культуры и отдыха разворачиваются громкие проводы зимы с насыщенной концертной программой. Открыты аттракционы, ярмарка и фудкорт. Традиционное угощение – ароматные блины с начинкой на любой вкус. За масленичным лакомством выстраивается длинная очередь. Тут очень весело, классно, вкусно и, конечно, тут нравится. Я впервые на этом празднике, мне все очень нравится и хочется еще посмотреть, как и чучело сжигают. Гвоздь праздника – 12-метровый столб с петухом. Добраться до верхушки пробуют мужчины разных возрастов. Самому младшему участнику 20, старшему – 60. За подарки идет настоящая борьба. Виталий Сергеенко в подбурные аплодисменты уже не впервые забирает главный приз. Второй раз снял петуха, было сложно, но приятно. Проверить свои силы можно и с помощью перетягивания каната. Любители более спокойных развлечений ждут на аллее и забав. Здесь скоморохи приглашают поучаствовать в народных конкурсах. А возле сцены вместе с зажигательными ведущими танцуют и взрослые, и дети. Все так здорово, весело, только немножко холодновато. А так вообще все шикарно. Все попробовали, вот последнее мероприятие и пойдем греться домой. Все понравилось, и выставка чудесная, восхищены прямо. Да, выставка вообще была. Особенно вот эти мыла. И понравилось как петуха снимали. Самое долгожданное событие – фаер-шоу столичных артистов. Жители и гости города, затаив дыхание, наблюдают за фееричным обращением с огненной стихией. Зрелище поистине завораживающее. Финал выступления – сжигание чучела зимы. Считается, что пламя уносит все невзгоды прошлого и сулит богатый урожай. Елизавета Беляшова, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.